здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на моем видеоблоге и так сегодня мы будем разбираться с вами с очень интересной сложной темой связаны с височно-нижнечелюстным суставом почему он щелкает и опасно ли это для здоровья друзья не забудьте подписаться на мой канал здесь очень много интересной и полезной информации для вас и вашего здоровья и так давайте посмотрим и начнем наш разбор дело в том что я работаю стоматологом ортопедом уже более 27 лет веду экспертный прием в этой области и параллельно я занимаюсь лечением дисфункции сустава и сейчас я вам покажу те случаи которые к сожалению приводят наших пациентов к нам в клинику здесь вы видите пациентка которая проходит ортодонтическое лечение в другом городе и у нее появились очень серьезные вопросы и проблемы обратить внимание да как она открывает рот видите что челюсть двигается совершенно в разные стороны и я специально пунктирными линиями отметил вот эту траекторию движение при этом если бы мы с вами послушали эту ситуацию то мы бы услышали еще что достаточно сильные щелчки при этом пациентка находится на стадии ортодонтического лечения задумайтесь правильно или некорректное лечение может повлиять на как положительную сторону на состояние сустава так сожалению и в отрицательную и здесь очень важно распознать все признаки которые могут нарушить и повредить вашему здоровью для того чтобы разобраться в чем причины такой ситуации давайте посмотрим на строение сустава видите что отклонение достаточно сильная в сторону и раньше этого не было если мы заглянем в сустав этой пациентке то мы увидим что у нее произошло что выпадение диска может быть вам непонятно но здесь еще раз вы видите что требуется уже дополнительные методы исследования чтобы разобраться с этой проблемой это опять же и время и деньги нельзя ни в коем случае запускать и допускать данной ситуации чтобы потом бегать по врачам исследованиям и искать решение этой проблемы почему же происходят щелчки да давайте посмотрим на анатомию здорового сустава видите что сустав состоит из нескольких таких главных составляющих это у нас мы щелок или кость которая это отросток нижней челюсти суставной отросток нижней челюсти он же называется мы щелком он входит суставную ямку в этом этот сустав намного во многом похож и схож с другими суставами нашего организма но есть одна особенность между суставной ямкой до бугорком есть еще специальная такая прослойка диск иногда называют мениск в колене он называется мениском он создает определенную конгруентность формы мы щелка и суставного бугорка становятся конгруентными как такая своего рода прокладка между ними и ее наличие между бугорком суставным и суставным отростком нижней челюсти подвижной части позволяет двигаться суставу очень хорошо и при этом совершать совершенно разные движения различной амплитудой и пациент при этом не думает совершенно о том как он жует говорит нах как у него открывается рот или не открывается то есть об этом вы не задумывайте но также как например если вы едете в машине вы расслабленные не думаете ни о чем но вдруг вы начинаете слышать какой-то стук или скрежет не дай бог и тогда вы начинаете прислушиваться концентрироваться на этих моментах а если вдруг начинает заклинивать передачу то вы совершенно да вы уже не слушайте не музыку не смотрите на дорогу вы пытаетесь контролировать машин так и здесь пока система работает хорошо все замечательно но вдруг появляется что щелчок хлопок хруст как только пациенты не называют это одна из основных проблем заключается в том что диск который находится между мы щелком суставным отростком и суставной впадины выпадает вперед и при движениях начинает вправляться и появляется щелчок щелк щелк когда человек закрывает рот он опять выпадает появляется второй щелчок называет рецепрокный такое сложное название но его назвать возвратный о чем это говорит это говорит о том что те связки которые держали диск на головке суставной они растянуты и сожалению не удерживают его потому что если мы посмотрим на строение суставов в объеме как вот 3d то диск представляет собой своего рода капюшон такой да как вот накинутый на голову и дальше если он начинает спадать то это связано с чем с тем что завязки этого капюшона что они расслаблены поэтому его ветер все время может сдуть если проводить такую простую аллегорию и упрощать эту ситуацию но для нас с вами это очень важно потому что есть разные методики лечения этой проблемы и очень важно это понимать потому что когда пытаются это лечить могут и залечить могут вызвать еще большее осложнение потому что связочный аппарат не восстанавливается здесь возникает большая проблема диск выпал и он начинает что делать тормозить движение сустав ну то есть все равно что у вас едете на велосипеде опять же если мы проведем такую аллегорию и одно колесо начинает что там подтормаживать съехала какая-то гайка до или какая-то прокладка уплотнитель и начинает она подтормажет соответственно вся машина или все колесо или ваш велосипед начинает да тоже подтормаживать его начинает как-то кривить видеть поэтому при движении то что мы видели с вами на видео мы видим что у пациентки челюсть сначала уходит влево потом уходит вправо это связано с чем с тем что диск выпал потом вправился до поэтому через совершать такие они координированные движения с чем это еще может быть связано это может быть связано также с мышечной дисфункции потому что как говорят пришла беда открывая ворота да то есть нету нету такого ситуации когда одна проблема приходит изолирована большому сожалению это часто вызывается еще и мышечный вызывает мышечные проблемы и челюсть напряжена до мышцы напряжены гипертонус появляется и через начинает еще что не может найти свое положение это связано с тем что до мышцы к одни тянут сильнее другие расслаблены 3 находится вообще в пассиве происходит так называемая мышечная дискоординация также опять же почему мы видим эту ортодонтических пациентов дело в том что ортодонт в процессе лечения он что делает он разбирает всю окклюзию зубы стояли предположим как-то криво один выпирал вперед зуб другой был смещен либо была скучность зубов но человек так вырос и смыкание у него было уже привычное ему то есть он так рос ну вот решил исправить себе прикус и быть красивым но друзья мы должны с вами понимать что просто исправление прикуса без учета функций без учета строения сустава может повлечь за собой вот такие осложнения потому что та система которая была адаптирована вот к этому пусть кривому все-таки своему прикусу она начинает что меняться все зубы начинают расправляться если вы думаете что она собой встанет в нужное положение вы заблуждаетесь здесь очень важно что правильно спланировать чтобы каждый зуб стоял в нужной позиции для этого проводятся различные расчеты и вы видите здесь есть часть таких приборов как артикулятор в котором планируется это лечение и тогда мы с вами можем точно понять и как это все будет взаимодействовать потому что как только меняется окклюзия мышцы то что это мотор челюсти начинает сдвигаться до приживаний и они должны буграми совпасть соответственно со своими антагонистами так чтобы это было гармонично чтобы до функция была выполнена хорошо эффективно разжевана пища до было удобно говорить например вы задумывались чтобы в течение дня более 600 раз глотать при этом челюсть уходит чуть чуть назад и опирается на зубы и если там есть мешающие контакты или несоответствующее совпадение то в течение дня 600 раз происходит отклонение нижней челюсти нагрузка распределяется неравномерно из-за этого что идет и перегрузка в суставе вот видите сколько важных и очень интересных моментов мы можем с вами узнать просто заглянув в анатомию сустава и вот наша задача врачей то наша задача при диагностике найти именно те данные которые позволят создать ту окклюзию которая будет гармонично там тогда не будет что происходить перерастяжение связочного аппарата тогда не будет ложиться избыточная нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав и не будут появляться щелчки либо блокировки движений нижней части давайте посмотрим еще один пример ортодонтического лечения обратилась к нам пациентка с жалобами очень интересными обратить внимание когда она открывает рот у нее челюсть начинает тоже уходить в сторону и при этом мы видим что не совпадение средней линии и и одна из основных жалоб было в том что она очень наблюдательно всего лишь две недели как она сняла брекеты после лечения в другой клинике и она обратилась к нам с вопросом а нужно ли снова лечиться потому что она заметила что когда у нее челюсть расслаблена при открыто средняя линия возвращается на место а когда она закрывает челюсть куда-то сворачивается и вот здесь вы сами сможете ответить на этот вопрос потому что если мы начнем разбираться до большое количество жалоб это специальный такой опросник который нам позволяет рассчитать окклюзионные индексы мы понимаем тяжесть состояния пациента да здесь двойка это достаточно большие цифры много жалоб есть более в области шеи напряжения да то есть вот видите отмечено красным где болит гипертонус очень выраженный после лечения ортодонтического ортопедического любого лечения не должно быть таких ситуаций вас же лечит то есть это не просто постановка пломбы это не просто установка коронок или проведения ортодонтического лечения вот приклеили брекеты поставили лайнера и все вылечили нет это целый комплекс направленный именно на лечение например терапевт дает таблетки от давления что он делает он лечит гипертоническую болезнь хирург не дай бог вырезает какую-то доброкачественную опухоль что он делает он с помощью хирургических инструментов лечит пациент что делать стоматолог с помощью брекетов и лайнеров коронок ломб при эндодонтическом лечении все это направлено на лечение пациента это не является просто продажей коронок до или продажей лайнер или продажи брекет нет это не товар это процесс и вот здесь очень важно понимать что этот процесс должен закончиться чем в идеале выздоровление восстановлением зубочелюстной системы в данном случае к сожалению проблем гораздо больше хотя у пациентки стоят не только не съемные ретейнеры но и съемные ретейнеры которые очень часто работают как капа мы проводим быструю окклюзионную диагностику нас есть специальный инструментарий я обучался очень много в германии в австрии в америке и очень сложно было найти ту информацию которая позволит открыть как ключиком те секреты которые каждый пациент приносит с собой потому что каждый пациент индивидуально но здесь мы с вами уже видим что неправильно наклонена окклюзионная плоскость да то есть у нас нету смыкания ряда зубов либо это смыкание бугор на бугор при боковых движениях появляется помнихи которые соударяются боковые зубы то есть они должны расходиться иначе блокируется движение и это вызывает гипертонус мы видим это как с левой так и с правой стороны я стрелочкам память вот здесь обратить внимание это тот самый несъемный ретейнер и как вы думаете вот я стрелка отметил кто выпилил в этом ретейнере отверстие если вы догадались и сказали что эта пациентка вы абсолютно правы дело в том что да это ей мешало очень часто используют для лечения щелчков для лечения гипертонуса капы но эти капы тоже могут навредить к сожалению если они сделаны не в соответствии с индивидуальными параметрами сустава пациента мышц прикуса окклюзии и вот здесь пациентке настолько было тяжело что она уже не слушая врачей потому что они никак и не могли помочь сама выпилила отверстие и стало легче и это очевидно потому что даже зубы при движениях ей мешают то есть там места совершенно нет есть туда еще дополнительно внести искусственно капу до заполнить это место то еще больше будет проблем вот ну и в суставе также в этой пациентке мы видим явление артроза смещение диска уже к сожалению медиальное переднее выпадение воспаление в суставе у нас здесь есть это еще раз подтверждается данными магнитной резонансной томографии которые уже пациентке сделают это и левый и правый сустав явление начальной артроза причем в правом суставе уже вторая стадия то есть достаточно активная вот и здесь мы видим что у нас смещена у пациентки средняя линия в сторону это носит в том числе и функциональный характер к сожалению и усугубляет течение ее болезни если пациенты обращаются опять же за ортопедической помощью вот здесь если мы оцениваем лечение ортодонтическое то она еще раз должно идти не просто на выравнивание зубов но и с прицелом на будущее ортопедическое лечение здесь мы что с вами видим том что место для коронок не создано то есть у нас нету не проведена внедрение зубов то здесь есть очень много задач которые к сожалению надо решать то есть вот здесь смотреть я взял обвел размер зуба пациентки и пытаюсь его как бы вместить в то место которое здесь есть да и нам явно не хватает то есть в процессе ортодонтического лечения врач ортодонт не должен концентрироваться только на своей работе он должен обратиться к ортопеду обсудить с ним как будет решаться задачи какие дальнейшие будут действия в данном случае нужна имплантация но места совершенно нет ортодонт его не создал поэтому в моей клинике в нашей клинике мы что проводим мы проводим всегда консилиум смотрит не один врач смотрит гонатолог смотрит врач ортопед смотрит врач хирург имплантолог ортодонт реабилитолог у нас работает клинический психолог то есть это целый комплексный и всесторонний подход который позволяет таких такие ошибки избежать потому что это не просто проблема дело в том что пациентка два года или два с половиной года скорее всего лечилась а сейчас у нас что будет необходимость проводить повторное ортодонтическое лечение и к большому сожалению друзья здесь это не прогулка потому что если мы посмотрим на состояние десен то вы увидите что шейки оголены то есть это говорит о том что кость в этой области ушла называется тонкий биотип десны и в данном случае когда мы проводим ортодонтическое лечение как бы его виртуозно не проводили побочный эффект этого лечения рассасывания корня и рассасывания кости вокруг зубов поэтому до повторное ортодонтическое лечение это еще раз не прогулка и к сожалению могут появиться другие осложнения даже при великолепно выполненные лечения и может потребуется десневая пластика вот видите сколько начинает городиться вот как снежный проблем неправильно спланированное и проведенное лечение еще раз большому сожалению такие пациенты не одиноки видите здесь молодой человек нам обратился тоже на этапе ортодонтического лечения и на самом деле эти пациенты наиболее сложные потому что их окклюзия полностью разобрана и дальше опять же мы не понимаем к что планировал врач который его лечит то есть и часто они к сожалению сами не понимают что делают потому что запомнить прежде чем проводить ортодонтическое лечение вам должны провести достаточно объемную диагностику включая не только измерения моделей цифлометрический анализ то сделаются специальные снимки черепа для расчета прикуса но и нужно заглянуть сустав потому что могут быть уже у этого пациента определенные проблемы и наша задача сначала определиться что первоначально мы должны вылечить чему мы должны помочь потому что опять же у пациентов которых я вам показал да вот первая пациентку который челюсть совсем гуляет ну здесь надо было конечно посмотреть есть специальные методики которые делят пациентов по группам риска и вот здесь не всегда этот пациент может предъявлять жалобы нам нужно используя наши знания опыт понять что этот пациент декомпенсирован что у него есть скрытые проблемы иначе как вот с этой девушкой к сожалению что произошло на этапе лечения произошло осложнение до появились появилось обострение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава а здесь уже все брекеты стоят все разобрано что капу делать что делать с этим пациентам это очень сложная задача поэтому первое это диагностика дальше уже планирование лечения на второй пример был продемонстрирован это конечно нарушение именно планирование лечения то есть непонятно куда шли просто выравнивали зубы друзья нельзя просто выравнивать зубы без оглядки на еще раз анатомию строения каждого человека и здесь точно такая же ситуация к сожалению достаточно серьезные жалобы окклюзионный индекс 1 и 8 в норме единиц то есть это в два раза хуже чем норме больны более сильные до 6 баллов это когда гвоздик забивали и попали себе по пальцу довольно сильно то есть это тяжелые боли до этого человека переносит спазм напряжение гипертонус боли в области сустава шеи головы понимаете и вот здесь когда еще раз идет ортодонтическое лечение уже очень сложно скорректировать обострение дисфункции потому что сама проблема развилась не из-за брекетов а что это как бы дополнительная нагрузка на уже перегруженную систему и это ведет к сожалению к такого рода проблем в том числе и блокировкам сустава здесь тоже выпал диск видите мы оцениваем и мрт мы очень глубоко разбираем эту тему имеем большой очень опыт лечения таких пациентов и вот например да пациентка тяжелая с артрозом с тяжелыми болями проводится специальный анализ цифрометрический анализ здесь вы видите верхнем левом углу и проведение кандилографии мы изучаем как двигается сустав по центру где модель загипсована это специальный прибор артикулятор который воспроизводит движение нижней челюсти то есть и челюсти стоят так как в черепе у пациента то есть мы передаем анатомию и мы можем создать соответственно то что происходит у пациента во рту мы можем перенести на нашу работу кроме того мы используем специальные программы виртуального моделирования проектирования работ и дальше да вы видите специальные настройки индивидуальных параметров пациента все это позволяет нам шаг за шагом определив диагноз определив индивидуальные настройки этого пациента его сустава его мышц его состояние прикуса дальше начать выруливать окклюзию видите здесь мы планируем что планируем специальную капу так называемый сплинт и этот сплинт он служит не только для того чтобы расслабить мышцы защитить все зубы потому что очень часто пациенты сжимают сильно зубы и тем самым очень себе вредят бруксизм тризм парафункции они ночные и от них защититься довольно сложно а если человек нервничает это только это усугубляет делается не просто капа она делается в соответствии с теми данными диагностики которые мы получили и мы на этой копе что проводим апробацию то есть мы не сразу начинаем разбирать пациента бреки сразу поставили все разобрать опа и вот такие пошли серьезные осложнения нет мы поняли какой прикус мы понимаем куда мы двигаемся какая высота положение окклюзионной плоскости много-много факторов протетических я не хочу сейчас вас загружать профессиональными терминами но вы должны понять что мы как бы подменяем те зубы которые так люди то смыкание зубов которые у пациента есть и которое привело его к нам мы его подменяем на чем накапе на сплинте после того как мы изучили все его данные и дальше мы смотрим если пациенту стало лучше то значит мы нащупали тот момент который правильный это правильный путь и мы можем двигаться дальше тогда мы знаем куда мы переместим зуб ортодонтические мы знаем где на какую высоту мы при поднимем прикус на коронках и вот та же пациентка уже до после протезирования все хорошо зубы не колется этой работе уже больше семи лет до осложнений у пациентки нет более появляются она обратилась через три или четыре года у нее она застудила у нее появились боли но это не постребовало за собой каких-то серьезных вмешательств очень это мы все быстро исправили распределение контактов мы очень четко следим для того чтобы эти контакты были правильны у этой пациентки крайне сложная работа была она связана с тем еще что у нее было нестабильное суставное положение очень трудная работа пациент по специальности юрист я то есть это стрессовая достаточно для работы для его пациент но мы с ней слава тебе господи справились и для того чтобы еще раз защитить человека да это еще раз пациентка с двусторонним деформирующим остеоартрозом почему не нестабильная окклюзия потому что сустав очень нестабильным им делаются специальные защитные капы и здесь тоже есть специальные требования к этим капом их нельзя просто делать на глаз другой клинический случай до пациентке тоже серьезные проблемы с зубами и в том числе и с суставом вы видите какой выраженный гипертонус она улыбается но у нее что сразу реагирует постуральные мышцы шеи смещена челюсть мы видим определенную и скелетную симметрию и поражение суставов левый сустав совершенно обратить внимание очень серьезно поражен правой меньшей степени от него почти ничего не осталось и протезирование полностью все было решено никаких проблем пациент нет прекрасно живет улыбается очень оптимистический и хороший человек при бруксизме очень сложные работы почему потому что здесь ни один зуб не удален нерв а то есть это живые зубы очень маленькая небольшое стачивание зубов малоинвазивное вмешательство впереди виниры боковых участков полукоронки и безметалловая керамика при этом вы должны понимать что есть очень прочные металлокерамические коронки и их рекомендуют таким пациентам потому что я не очень прочный но для этого надо сильно стачивать зуб а у пациентов с бруксизмом большой риск что все сломать поэтому если мы правильно определим контакты как я вам показывал на прошлом слайде на прошлой фотографии распределение контактов будет гармоничным и верным то тогда даже у таких пациентов мы делаем очень тонкие реставрации и они не колятся ничего с ними не происходит вот видите молодая девушка красивая до обратить внимание боковые зубы полностью стерты в передних как будто втыкается да вот такие наполированные фасетки называется фасетки бруксирование контакты то есть он достаточно крепко сжимает зубы разрыв диска очень давнишняя работа много лет и металлокерамика здесь проводилась но здесь очень сильно разрушены были зубы мы ничего не удаляли там практически все зубы нам удалось спасти очень тяжелый болевой синдром тоже еще раз шаг за шагом такие пациентов мы лечим и эти проблемы на долгие годы можем убрать тоже такая у нас очень хорошая пациентка очень сложная работа делали в германии пересылая ее в цифровом формате полностью ну вот очень человек мужественной терпеливой и вы видите насколько естественно нам удалось списать зубы естественно создать окклюзию если вы не видели предыдущей фотографии скорее всего вы бы даже и не догадались что этот человек протезирует в итоге я хочу вам сказать что если вы чувствуете что есть какие-то проблемы щелчок челюсть куда-то съезжает может быть сложно открывать рот или вы быстро утомляетесь чувствуете напряжение в мышцах возможно напряжение в шее головные боли не стоит затягивать дело в том что процессы которые происходят в организме это борьба борьба между болезнью и здоровье и врач может в этой борьбе очень серьезно помочь здоровью поэтому если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста пишите в комментариях под этим видео также записывайтесь если вы чувствуете что есть проблема в мою клинику с вами свяжется опытный гнатолог это может быть и удаленная мы развиваем телемедицину консультация или личная очная консультация будовский клиник вы все ссылки найдете в описании этого видео а также друзья подписывайтесь на мой блог советуйте своим друзьям и вы сохраните не только свое здоровье но и здоровье ваших близких всего вам самого наилучшего